А давайте я спою кусочек из моей новой песни. Просто натыкали на каждом сантиметре этот... Что такое не придумаешь? Ничего страшного, там где-то подклеила, там присобачила, нормально. Ну давайте открой лады. Гдзинь, бынь, блин, меня это бесит на самом деле. Ну стильно, ну согласитесь. Но когда она увидела эти ресницы, она сказала, не верю, а мы проверим. Привет, мои хорошие, с вами Силия Насвей, и сегодня у нас покупки фикс прайс. На самом деле, вот уже надоело всё время одно и то же. Ты берёшь покупки, показываешь, ну там их по-разному, тра-ля-ля. Хочется чего-нибудь, я не знаю, необычного сделать, что ли, хлопнуть, или... Сойти с ума. Может быть, вам спеть? Вы часто просите меня спеть. А давайте я спою кусочек из моей новой песни. Ведь моя, украду твоё сердце навсегда, пока есть интерес мне. Ты забудешь то, что было вчера. Моя сила не просто слова. В общем, вот так потихоньку я схожу с ума и скоро иду записывать новую песню. Ну ладно, сегодня фикс прайс и сегодня новинки. И сегодня интересные вещи. Наконец-таки новинки. Наконец-таки фикс прайс порадовал новинками. И какие-то такие, знаете, связаны с тем, что я давно-давно хотела себе, искала и не могла найти. Ну, в общем, давайте начну сразу, потому что у меня вот такой большой пакет. Ту-ду! И я просто не буду разбирать, что зачем, в какой последовательности. Я просто, что сверху будет, то я и буду брать и вам показывать сразу. Значит, смотрите, полотенца. Всё время не хватает полотенца. Я не люблю большие полотенца. Это бежевенькое полотенце и голубенькое. Я не люблю большие полотенца. Розовые не брала, там есть розовые, потому что у меня полно кучи розовых полотенец. Они мне уже поднадоели, изрядно. Я не люблю большие полотенца, потому что они такие громоздкие, занимаются столько много времени. И вообще ими так тяжело вытираться. Я такая хрупкая женщина, изящная. Мне нужно что-нибудь не маленькое, но и небольшое. И вот это прям идеальный размер для полотенца, я считаю. Ну-ка. Просто натыкали на каждом сантиметре этот. Бля, вообще странный. Зачем так много тыкать? 99 рублей заодно. Я вам скажу цену. Сейчас я разберу, разгребу. Я же как всегда, я когда покупаю, я оставлю пакет. Просто я его даже не разбираю, потому что если я его разберу и начну пользоваться, то я просто потом не соберу все вещи. Вот такой вот. Как вам, не знаю, размер показать. Вот, видите, я могу укрыться как бы. Вот так вот. Голубой мне идет, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Ладно. Не сходи с ума, Силя. Значит, вот такое вот голубое. Оно классное, я уверена, что оно будет хорошо впитывать, потому что я по ткани уже чувствую. И вот такое же бежевенькое, точно такого же размера. Размер идеальный. И он классно в ванне вообще, и дать кому-нибудь пришел в гости. Часто приходят ко мне подружки в гости. Дай полотенчика. Свеженькое, чистенькое. Мне хочется им дать хорошее какое-нибудь полотенце. Дальше поехали. Для малого, смотрите, взяла вот такой вот светильник кися. Вы знаете, вот он первое вообще из животных, на что обратила внимание, это на кошку. И он прям, видите, такой кися, кися, кряхтит что-то. И я ему когда показала, говорю, смотри, кися, кися. И он такой, кися, она такая яркая, знаете, с такими глазками. Мне кажется, что можно ее прилепить. Вообще, я думала, что это наклейка сначала, я не думала, что это светильник. 99 рублей. Давайте я его разворочу. Ну вот он на батареечках. Здесь вот такую штучку надо вытащить. Ой, вытаскиваем. Или подождите. Да, тут все на клею. Вот такая вот штука. Она вот так засовывается и всовывается. И вытаскивается вот эта вещь. Слушайте, а она никак здесь не регулируется? То есть он будет что, светить постоянно? Не могу врубиться. А, кнопочка. Вот она, кнопочка. Ой, хорошо, что он горит, не мигая. Вот эти, которые были, вот видите? Вот эти, которые были другие, они мигали и вообще это напрягало, честно говоря, глаз. А вот это вот раз ты встал. Наверное, на кисть надо нажать где-то. Нажмем. В какой стороне надо нажать? На глаз? Вот. И горит кися. Ну-ка, давайте в полотенце спрятимся. Что-то не придумаешь. Кися, гори. У меня тут такая лампа, что ничего не видно. Ну, вы поняли, кися горит. В общем, я думаю, что моему малышу это понравится. Где-то вот тут в районе глаза нужно, в общем, нащупать эту кнопочку. И выключается. И он сможет ее трогать. И вот здесь еще, смотрите, наклейка. То есть вот этот вот кроводрад, это все наклейка. Хотя я думаю, что он у меня это все сдерет очень быстро со стены. В общем, вот такая кисенька. Мне очень понравилось. Дальше, наконец-таки, я приобрела в машину вот эту вот штуку. Честно говоря, правда, когда оставляешь машину на открытом солнце, просто невозможно в нее потом сесть и все такое. Я думаю, и куртится, наверное, панели. Поэтому я взяла. Хотя часто я видела вот такую вот штуку для машины там. Это не новинка. Я хочу посмотреть, какого она размера. Ой, она большая такая. Слушайте, она офигенская. Она даже могла бы пригодиться мне реально вот вместо того, что я лепила себе во двор, да? Подсвечивать можно, видите, снизу. Другое, да? Вот смотрите, раз без нее. Раз с ней. Видите, изменяется как. Короче, это вообще и для съемок, и для всего. Это отличная штука. И здесь еще в комплекте идут вот такие присосочки две. Они лепятся. Ой, вообще, слушаю. Надо еще такие взять. Они вот сюда лепятся. Вот так вот засовываются. Конечно, все разваливается уже, да. У меня вывалилась фигня. Ну, это же фикс прайс, ничего страшного. Там где-то как клеил, там присобачил, и нормально. За 55 рублей. За 50. И все. И, в общем, приклепал вот это вот к стеклу. Вообще отлично, отлично. Я вообще довольна вот этой штукой. Супер. И надо еще взять, потому что реально они пригодятся куда-нибудь. Вот для съемок. Класс. 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 Вот. Оп. Оп. Видали? Ай, красота. Вот бывает фикс прайс, зайдешь, и ничего не можешь найти. А бывает вот раз, и все. Значит, смотрите. Блин, шарики кукурузные. Ой, шарики кукурузные. Я хотела их попробовать. Ну, давайте открою лады. Потому что это новое. Это со вкусом сыра. А вообще шарики кукурузные не сладкие. С сыром я не пробовала. Они такие круглые. Вкусно. Прикольно. Не жать. Адобряумс. Дальше пошли. А, я взяла пачку вот таких вот трубочек, потому что я кое-что хочу сделать. В общем, я... Ну, наверняка вы все знаете, я хочу накрутиться на трубочке. Я хочу себе вот такие мелкие-мелкие кудряшки. Хочу посмотреть, что со мной будет. Что будет с моими волосами. Я вообще не представляю, как это. Поэтому я отдельное видео сниму. Как я буду крутиться на это все. Честно говоря, я сколько видео смотрела, но я уже забыла, как они крутятся. Что с ними можно сделать. Короче, я попробую. И взяла вот кучу вот таких трубочек. Ну, и вообще сок пить пойду на лето. Дальше. О, вот такая новиночка. Вот это вообще находочка. 99 рублей. Наконец-таки. Наконец-таки у них появилось розовое зеркало. Вообще, я искала белое. В мой интерьер подходят пирозовое и белое зеркало. Но я, честно говоря, нигде не могла найти. А если я находила, то цены, извините меня. Значит, вот такая штука. Вот такая штука. Ну, это классическая, да, и трубочка. Мы вставляем трубочку. Она очень плотно вставляется. Я уже попробовала все на кассе. Мне девушка засунула там все. Проверили. Я говорю, чтобы я не возвращалась потом. С ребенком. Вот это неудобно. Что-нибудь сейчас будет не то. Я отражение посмотрела уже, чтобы все было хорошо. В общем, вот такое зеркальце. Ну, самый прикол в чем, что оно розовое, да. Железное, оно постоянно, вот я его стучу, куда-нибудь оно двигается. И все время такой звук. Дзынь, бынь. Блин, меня это бесит на самом деле. Ну, вообще, я люблю больше пластмасс, нежели железо. Хотя, понятное дело, что железо более прочное. Но пластмасс, ну, какой-то более такой, знаете, мягкий, легкий. И как-то, ну, комфортнее для меня. Все, очень хорошо все стоит. В общем-то, здесь, правда, прилеплен какой-то скотч. Но мы его отлепим потом. И точно так же одна увеличивающая сторона. Ой, меня преувеличило как. Вторая нормальная. Вот я люблю больше нормальную сторону. Ну-ка, гляньте на себя. Ну-ка, гляньте на себя. В общем, вот такое вот классное зеркальце. Вообще, я им довольна. И когда я его увидела, я же сразу его взяла. Оно стоит 99 рублей. Кстати, зеркала в фикс-прайсе нормальные. Не искажают. Дальше, возможно, это было в фикс-прайсе, но я не брала. Сейчас просто появились у меня такие кофточки, что... И маечки, что силиконовые бретельки были бы как раз кстати. И вы знаете, когда я подумала о том, что... Ой, силиконовые бретельки, хорошо было бы, да? Я такая думаю, блин, а где их купить? Заходила в H&M, там такая что-то на кассе. В последний момент спросила, говорю, а это есть у вас? Они такие, да, где там, может там поискать? Я думаю, ай, ладно. Не знаю, сколько они стоят. Я подумала тогда о фикс-прайсе. Думаю, блин, должны быть. Это ж такая ходовая вообще вещь. И мне понравилось, что здесь такие есть вот обычные. Ой, обычные белые, в общем, и в горошек. Ой, такая прелесть. Мне кажется, они под любую пойдут. Это так, ну, симфопульно. Горошек. Класс. Ну все, и вот здесь две пары прозрачных и в горошек. Они регулируются здесь также. Не знаю, насколько они прочные. Девчонки, если у кого-то есть, скажите, насколько они прочные. Вообще, я вижу, что нормальные. Вот по ощущениям. То есть не рвутся особо ничего. Резиновые. Как-то не искажаются сразу. Достаточно крупная вот эта штука здесь. Зацепил, так зацепил. Ну, они, да, 55 или 50 рублей стоят. В общем, я довольна, рада, что это есть в фикс-прайсе. И две пары, я думаю, мне с головой хватит. Я редко одеваю, конечно, лифы, но иногда они нужны. Дальше я купила вот такие две штучки. Тоже они новые. 55 рублей стоят. Это вот мы закручиваем сюда, наливаем что-нибудь, что мы хотим. Да, и дозатор. Вообще, я люблю дозаторы. Для меня это важно. Я не люблю, знаете, переворачивать, что-то там ставить. Для меня вот дозатор. Оно все стоит. Я даже не трогаю, только убираю, когда просто раз-два. Все, намочил руки. Раз-два, намочил голову. Я взяла два. Один на кухню. Во-первых, они красивые. Второй в ванну. Во-вторых, они прозрачные. И там были еще голубые, по-моему, и были какие-то оранжевые такие цвета. Я сначала думала цветное брать, но потом я поняла, что жидкости, они всегда разные. Есть оранжевые жидкости, есть розовые, есть зеленые. И я человек такой непостоянный. То есть я не хочу. Взял оранжевый. Во-первых, ты наливаешь красивый розовый цвет, там непонятно какой будет. В оранжевом, да, уже. Или зеленый. Оранжевый с зеленым дает не пойми что. А в прозрачном всегда будут меняться цвета, всегда это будет выглядеть красиво. Захочешь розовенький, ты нальешь розовенький. Захочешь зелененький, ты найдешь зелененький, голубенький и так далее. В общем, я взяла два. Я попробую. Пока что я вижу, что дозатор нормальный. Вот я довольна такими. Ну, поняли, да, почему я взяла прозрачный. Вообще, мне нравится, как уля, и она какая-то такая... Ну, стильно, ну согласитесь. Так, что еще? Еще я взяла мороженое, которое я буду тоже готовить отдельно. Я хочу посмотреть, что это будет за мороженое. В общем, я его приготовлю и тоже я сниму видео. Дальше. Мороженое. Мороженое фикс прайс. Фикс прайс я взяла, да. Ванильное, домашнее мороженое, готовая смесь. Только добавить свежее молоко. Ну, посмотрим. Коротенькое видео сниму. И реснички, реснички фикс прайс. Я тоже сниму их отдельно. Как раз-таки, вот, я не поднакрасилась. Мы поднакрасимся и наклеим их. Когда Кристинка смотрела эти ресницы, вообще, ей пришли ресницы там с одного магазина. Она ими довольна. Говорит, такие классные ресницы. Вообще, супер-купер, там, многоразовые. Я не знаю, кстати, эти многоразовые или не многоразовые. Они самоклеющиеся. Больше ничего не написано. Накладные ресницы, две пары самоклеющиеся. Две пары разные. Одни... В общем, я покажу это все в отдельном видео, когда буду делать. Оно будет скоро, не переживайте. И мы наклеим и посмотрим. Несница, она сказала, не верю, не верю, не верю. А мы не не верим. Сделаем мои... Сделаем моей Кристиночке, моему блогеру, ссылку оставлю внизу, видео-ответ. И мы нанесем эти ресницы и оставим свой отзыв. Все, мои хорошие, фикс-прайс закончен. Я вас люблю, целую. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку я оставлю здесь. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok